Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралии, я Александр Петров. И вот пришел тот момент, когда надо уезжать из Москвы. Хотелось бы отчитаться за этот визит перед вами, моими друзьями, зрителями канала, подписчиками, потенциальными, наверное, студентами, клиентами иммиграционного агентства, а будущими, надеюсь, австралийцами. Я думаю, что основная задача, которая ставилась во время этой поездки, это увеличить наше число. Ну, это понятно, это как раз то, что делает нам, если хотите, и бизнес, и дело. Это, в общем-то, одно и то же, но только у нормальных людей. Потому что в последнее время я заметил, что очень многие считают, что бизнес – это делание денег. Нет, это дело. Это слуги, это то, что ты несешь человеку, и если это приносит деньги, это вообще классно. Но не основное. Я думаю, что те связи, которые мы установили, в общем-то, несколько лет тому назад, и продолжаем их укреплять, связи с учебными заведениями, в частности, с ВИТО-университетом, с Магнитогорским университетом государственным и техническим – это наше будущее. Я не имею в виду поставщиков, студентов, как таковых. Я имею в виду, что в будущем это будут люди, которые приезжают сюда по минимуму учиться, я имею в виду Австралию, и по максимуму получать цель. Либо это поднять уровень английского языка для каких-то целей, но в основном для эмиграции в Австралию. И было бы оптимально вернуться в той ситуации, которая была совсем даже несколько лет тому назад, то есть не так давно, при которой профессиональная эмиграция была главным таким потоком. Профессиональная эмиграция через образование, полученное в России или в тех странах, где вы жили. Это было возможно при определенном английском языке, поэтому мы устанавливаем отношения, при которых учебные заведения будут готовить. Ну, базовое – это просто высшее образование, на котором будет строиться, в том числе эмиграция. Плюс связи с работодателями, чтобы люди ехали уже с каким-то стажем, чтобы, по крайней мере, могли подтвердить свою квалификацию. И мы будем в действительности делать упор на региональную эмиграцию в Австралию. Я думаю, что все эти перты, голдкосты – это временное явление. Основная масса региональной эмиграции – это, собственно говоря, региональная эмиграция. Это где мало людей, где, к сожалению, как я уже говорил неоднократно, очень многие люди потребляют наркотики. И, как это называется, social drugs, то есть, как будто как выпить, да, где-то покурить, наверное, где-то принять экстази, какой-то афитамин, может быть, раз в несколько месяцев, но эти люди уже имеют наркотики в крови, соответственно, на многие работы их просто не возьмут, они пройдут рак-тест. Соответственно, политика государства австралийского на увеличение количества интенсивности бизнеса, работ, занятости в регионах, увеличение вообще просто населения в регионах – это все взаимосвязано. И здесь для нас открываются очень большие возможности. Но если нам необходимо будет учиться, учить английский язык и учить, может быть, получать высшее образование, соответственно, 485-ю визу с двумя, полутора, тремя годами трудоустройства, это нам позволит более плавно врасти в региональную эмиграцию. Я не оставляю надежды на то, что основная эмиграция будет идти через Сидней. Времена меняются, и даже сейчас это, в принципе, возможно, и очень более чем даже возможно, но при определенных условиях. То есть надо по максимуму набирать на возрасте, на знание английского языка, поэтому это будет одним из основных потоков, но, может быть, не самым главным. Что касается региональной эмиграции, безусловно, мы будем работать в основном с Даба, Араной, но и с теми регионами, которые в действительности, где нужны эмигранты. Это, безусловно, Риверина, Централ Вест, Коффс-Харбор, Хантер Волли. То есть то, где мы уже как бы засвидетельствовали свое появление. Я очень рад, что мы работаем хорошо в паре с Лешей Чихуновым. И, соответственно, такая связка образовательного и миграционного агента, которые доверяют друг другу, которым доверяют люди, это хорошая наработка, хорошее наше достояние, если хотите, наш капитал. И, соответственно, у нас нет равногласий в стратегическом видении того, как мы будем и что мы будем делать, и как мы делаем уже это. Вот поэтому тот визит, который состоялся у меня в Москву, у нас в Москву, потому что Леша Чихунов тоже в Москве, он будет идти как раз вот по этим рельсам. Я думаю, что тот опыт, который мы приобрели с подачи ребят на туристические визы, потому что туристическая виза и потом уже внутренняя в Австралии переподача на туристическую визу, это самый главный путь, и он доказал твою эффективность. Индивидуальная встреча, то есть без вот этой показухи сборища 30, 40, 50, 60 человек в каких-то пивнушках, пиццериях и так далее, это лучший путь. Мы должны работать индивидуально и работаем, потому что это, как я уже говорил, достаточно такой интимный процесс, когда людям не хотелось бы, чтобы вот эти вот разговоры об их обучении, об их иммиграции слышали другие, слушали другие уши. Вот, поэтому мы будем действительно так продолжать работать. Я думаю, что 15-20 человек за визит, это вполне нормальное количество, с которыми мы работаем. Я очень доволен тем, что за то время, которое я находился в Москве, у нас несколько человек получили туристические визы, и человек 5-6 уже меня ждут в Сиднее, то есть с понедельника мы начинаем. В течение недели мы заинролим, допишем людей на обучение, 5-6 человек. Вот, поэтому опыт критерий истины, соответственно, мы доказали, что мы на правильном пути. Те ребята, которые думают идти или не идти в обучение, в иммиграцию в Австралию, думайте, и это правильно, что вы делаете, 7 раз отмерить, только 1 раз отрежь, только учтите, что иммиграционная политика и вообще наша жизнь, это вещь достаточно хрупкая, и все может измениться. И я думаю, всегда будут выходы из любой ситуации, просто они будут более сложные, может быть, скорее всего, потому что количественно иммиграция будет сокращаться, и, соответственно, качественно она будет сложнее для каждого человека. И к тому же вот эти вот изменения, они заставляют нас перестраиваться на полном ходу, а это всегда неудобно. Поэтому оставайтесь с нами, и я желаю нам и вам успеха, потому что мы, как бы то ни было, мы одно целое. Нравится нам это или нет, вместе мы гораздо эффективнее и сильнее. Спасибо.